привет интернет это выживатор и я продолжаю выживать в игре мутант year zero ruatu эден мы с черным плащом и пумбой вернее как там зовут даксом и бармином пардон добрались до нашего ковчега это было непросто мы хапанули некоторое качество урона от врагов но пробрали добрались по крайней мере и сейчас я думаю мы немножко прокачаем это навыки вот здесь непонятно кстати а вот у него есть лишь одно очко ну тогда и добавить себе здоровья пусть дакс тоже пусть добавить здоровье больше ничего не требуется и выходим мы раздобыли один артефакт раздобыли 105 единиц запчастей кстати здесь тоже надо бы немножко глутать посмотреть что тут интересного есть вроде как ничего не видно а здесь при бочке мост сломанный здесь был когда-то вот может быть они как раз на каком-то обломанном мосту и живут теперь ну место как мне кажется немножко такое странное красивый конечно да похоже мост был старший встречает нас у подъемника он говорит что промедление смерти подобно потому что задание очень срочное оно кажется из одного человека человека по имени хэммон все в корчеге знают хэммона уважают его он наш главный железячник и заходит в зону дальше любого он приносит оттуда механизмы которые помогают нам выживали хэммон знает как сделать так чтобы эти механизмы продолжали работу знает как их чинить если вдруг сломается благодаря хэммону бьется само сердце копчега старший говорит что три ночи назад хэммон со своим отрядом сталкеров отправился на север и никому не сказал зачем отряд не вернулся я впервые вижу чтобы старший был так взволнован это меня пугает он говорит что у хэммона есть домик на севере возможно там остались какие-нибудь следы пребывания хозяина мы с дагсом никогда не заходили так далеко но старший говорит что верит нас конечно мы соглашаемся мы сходим в домику к хэммону найдем какие-нибудь зацепки потом отыщем хэммона и вернем его живым от нас зависит судьба ковчега может от них просто решили избавиться надоели всем упыри мясники выглядят точными но могут здорово навредить в ближнем бою обучите хижину хэммона окей обычно но сначала зайдем в ремблок дельты хотя подожди у гриппа магазин иридии зона а где домика нет надо выйти отсюда так давай сначала зайдем в ремблок дельты хотите узнать что я делаю за верную цену я починю и лучше ваше мусорное снаряжение вопросы до вопросов нет спасибо я хочу прикрутить вот сюда прицел уничтожает укрытие отталкивает врагов 2 20 процентов дальности оружия бонус критическому урону шанс поджечь врагов я думаю что это лучше надо борова отдать так требует 30 патронов это денег требует получается да и я не могу себе это позволить похоже ну-ка или могу к ваш мат непонятно а может быть уже поставили прокрутить так выходим ну да поставили руки теперь давай посмотрим картечница мне картечница блин конечно совсем не нравится читана совсем какое-то уставшие нужно ли ставить не знаю кстати и на арбалет бы тоже было бы неплохо как-то удлинение на повышение дальности вас процент спутин дальность 2 но 12 все равно несерьезно из дальность 8 вообще а с другой стороны какой выбор может быть пистолет ну да пистолет стреляет как бы дальше не знаю прицелы недоступны в модуле урона бонус критическому урону 50 процентов шанс поджечь врагов страшное оружие способно серьезно навредить что это лучше ну я надеюсь что да можно снять вроде как надеюсь что можно снять так хорошо уничтожает укрытие отталкивает врагу ну ладно пусть так наверно будет пока гриппа знаете что после убойного денька в зоне вы всегда можете зайти в бар гриппа и выпить отличного грога хотите напиться закажите стаканчик никакого бутана или обеливателя только натуральные ингредиенты также я немного приторговываю древностями так что если вы найдете в пустоши какие-нибудь классные артефакты несите их ко мне и так а мой хороший у меня же есть еще артефакт один фишка здесь в том что я ну я не понимаю можно ли как-то связано или нет я могу все что угодно так цена магазин не иридии становится на 20 процентов ниже дает каждому товарищу дополнительную чейку для гранат и увеличивает время истечения крови на 2 ходом вот хорошо добавляет одну единицу огненного урона горючей смеси заход это тоже хорошо я взять не могу это похоже все надо вот с этого начинать я понял не буду я пока ну что я хочу я бы наверно хочу это вот вещь счастлива stalker хорошая охота сходим к иридии посмотрим что она там продает такого чего стоит вы знаете сами знаете и выживание stalker нужна экипировка а я иридия как раз дайте знать если вам что-то приглянется правильно правило лишь одно никогда не дергайте за мою цепь если дернете за цепь я скормлю ваши причиндалы золку зоны ясно прекрасно прекрасно приятных покупок что за цепь что за цепь я не понимаю здесь похоже чуваки и освещение до вырабатывать так склад магазина горючая смесь дымовая граната аптечка трубострел хорошая дальность очень хорошая но у нас не хватает запчастей для этого есть древняя мушка хорошая но мы купим аптечку я бы две купил но денег не хватает плохо не думаю что есть смысл тратить на дымовую гранату поэтому выходим отсюда хотя погоди к блин погоди к сеанс сеанс знаешь о чем я подумал думаю что следует наверно сначала активно отдать артефакт а уже потом идти к риде так здесь мы пообщались все равно так или иначе штука хорошая думаю поэтому отдадим этот бумбокс нас или и многое связывает когда-то я был в ее отряде она была нашим лучшим совершенно неуязвимым сталкером очень жаль что до нее добралась гниль послушайте я замолву за вас словечко и возможно выбью вам небольшую дружественную скидку в ее магазине иридия своего не упустят и компенсирует убытки за чей-нибудь счет значит вольту придется на какое-то время забыть о витаминах да кому нужны эти волосы ногти и веки верно вот именно откинетесь там по полной так теперь попробуем может быть две аптечки удастся купить может быть она имеет ввиду цепь цепь которая как-то и лицо закрывает может быть не цепь она имеет виду а допустим ее маску не знаю вот купим теперь две аптечки потому что аптечки мне точно понадобится до скорого говорит отлично теперь сходим в рим блок дельты конечно очень хотел приобрести приобрести и оружие нормально ну ладно уж как-нибудь без этого так сюда прицел я бы модуль урона может поставил во всяком случае она будет наверное чаще применяться чаще реально попадать чем дробовик из которого половине случае просто не достает мой бор не знаю в общем критический урон давай попробуем будем поджигать так теперь пора сходить к старшим отважные stalker и вы всегда можете укрыться и отдохнуть в моем доме после долгого путешествия приходите ко мне за наставлениями рассказы я помогу вам стать мудрыми и сильными судя по всему у него какие-то проблемы со здоровьем весь в капельницах сидит да может быть он тоже мутант конечно всего доброго stalker и что это все ради чего я сюда пришел вот что да ладно вы серьезно но я ожидал чего-то большего на самом деле от данной встречи ну да ладно а теперь давай рассмотрим карту и вообще как тут можно что можно сделать ковчег населен мутантами их лидер и наставник по имени старший обаятельный хоть и слегка эксцентричный старик на сам ковчег построен на мосту что делать его превосходной крепостью защищающий своих обитателей от внешних опасностей до превосходный из исключения того что если что-то случится с их опорами то приндец так неведомое место в этой местности очень густой смог он старательно хранить свои секреты и развеется еще не скоро туда стоит заглянуть если ищешь смерти или славы ур 25 25 это видимо враг да ну вот пришли вот таким маршрутом теперь нам вот сейчас мы на копчега были вроде как что-то слышали а вот этом месте но он думаю что наверное пока рискованно туда отправляться поэтому наверное стоит сходить в хижину хэммена к северу от копчега на крутом утесе расположена убежище сталкера хэммена это простая деревянная хижина не может предложить случайным гостям каких-либо удобств но хэммонт проводит немного времени упорно высматривая всякие диковинки что он там высматривает в своей хижине какие у него там диковинки грибы что ли нарастут на потолке ну давай сходим наверно сюда наверно пока рано мне кажется начать экспедицию отправиться вместо хижина хэммена до добавлять особенно особые свойства своему оружию устанавливая модификации оружия в м-блоке дельты спасибо тянул ты меня в мусе спятивший боров да мистер старший отправьте нас на самую бисе на задание мистер старший не забыл что там если тебя кто и убьет так это я прежде закрой клюв и шевелил ногами в армия потяним и стал не мое слово но тут стрелять и сталкером счастья не светит будто ты не знаешь лучше корму он приобрести так что тут у нас какие-то его хижина или что нет это не его хижина идем дальше так 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 выключаем свет что за пес зоны так довольно таки много здоровья у этого пса зоны а у нас мало поэтому думаю не стоит наверно нарываться на самом деле попробуем так пройти ну и сохранюсь нас плохо со здоровьем я надеялся на то что мы когда доберемся до копчега получим наш герой немножко вылечится но нет нифига так как понять что это такое вообще какой-то робот вау это круто это что такое зацени и видать разбилась мастер смотрю нее на боку странный знак похоже на звезду мемит написано это круто да конечно какой-то робот это и что или ракета разбитая что как убрать вот как пожалуй у нас боров будет прижим бою поэтому будет кидаться всякость ерундой хотя бы когда не может нормально прикончить врага то карта зона отряд мутация боролу бы конечно неплохо подключить но не знаю у нас очень мало аптечек как старший красиво так ну мы пока не будем туда ухать я не знаю что там такое так не зря мы сюда прошли так окрестности копчега вон там нас наша цель там тоже что-то есть кстати дом какой-то ну вот видишь не зря пес зоны может его как-то попробовать прикончить десятка не так уж и много хотя он круче нас конечно так спрячем что нет так давай вот так поступим нет вот здесь прячется это попробует как-то его скрытно прикончить мы а можете просто так облутаем без драки так здесь какой-то труп кто-то тут сидел ручная граната отлично в принципе стелс здесь вполне возможен его можно неплохо применять тут и мне это нравится здесь стоялся интереснее чем в том же xcom например где он ну совсем очень очень минималистичный что интересно я не видел вот этих вещей пока не подошел так что все таки надо внимательно такие вещи осматривать так давай вот так хорошо что если ты спрятался то он тебя не видит все равно в любом случае даже если ты находишься в зоне его поражения это очень удобно давай сохранимся это как раз получается тот способ каким с помощью которого можно добираться до врагов опасных на расстоянии выстрела не убивать их с одного с одной атаки так вон там еще один пёс зоны похоже да и больше вроде бы ничего нету а нет вот я вижу еще там что-то меня заброшенных стоянок перья дымом стоит подожди подожди нет 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 не так вон я там нашел кое-что но надо спрятаться быстро прячься быстро прячься как скотина вот молодец надеюсь не заметить на меня так ну что пошли наверно отсюда ой не слушается прикинь так и чё там не слушаешься пошли давай так сейчас так поступим боровый я оставлю ну наверно вот здесь пусть спрячется здесь эй не так прятаться надо боров глупый отходим 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 от вами так пусть вот сюда встает да вот собака прикольно что оружие отображается но это конечно как бы не высунь не такая уж редкость но все-таки оружие которые мы нашли которая оснастили она вот все отображается и кепочка это дурацкая отображается все отсюда можно уходить она сейчас борово борово тоже вывести неплохо немножко прибарахлились лом нашли всякие запчасти от оружие нашли неплохо что так скорее идем теперь смотрим окрестностей ковчега мы обыскали да а нет это в другое так вот туда есть проход и туда есть проход наверное наверное мне надо сначала осмотреть дом а потом уже осмотреть хорошая новость мы добрались до хижины плохая новость ее карауль 2 поганых гуля так это плохо действительно прячемся шаман и мародер так нужно как-то им засаду устроить и место выбрать такое чтобы можно было нормально их а издалека как-то расстреливать а мы бы урона не получали в общем в общем как положим забрать все но тут нет секретах где секреты то что севера поймали хамана и выдавят вам хамана расскажет зачем это было это наше барахло все наше так так ой 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 иди к сюда прячься ой как он близко так ну-ка нас не заметили пока до задействовать минус 25 процентов не так уж круто блин почему врядь близко же совсем ну ладно рискнем повезло я думаю что это просто везение так что у нас тут у нас два очка доступно навсегда увеличивать дальность перемещения на 2 это интересно потому что мне совершенно не нравится как медленно бегают эти бойцы а это нас еще и без добавок снайпер поэтому наверно лишает органического врага возможность двигаться на два хода тоже хорошо и все же меня очень беспокоит длин длина движения поэтому пожалуй давай закачаем пока это возможно так здесь у нас что навсегда поднять здоровье это слабая мотивация сейчас кстати у него всего одно очко что интересно ну а не будем пока прокачивать его так теперь нам еще как-то вот того вырубить охотника может быть даже берем добычу может ли он него как-то попасть дальность минус 50 процентов очень плохо это хороший крит урок критическую урон оружие еще при том что он скрывается так нет выходим из боя ой так плохо но может быть шамана тогда больно смотри такую сейчас засаду устрою не знаю конечно насколько это будет засада вот этот боец прячется здесь и будет караулить этот боец я не хочу их разделять сильно потому что любого из них могут вырубить и тогда он будет истекать кровью надо будет другому его спасать поэтому думаю что наверное надо как-то не особо далеко уходить но блин он не достает видишь чем проблема еще можно конечно встать вот сюда и попробовать атаковать кого-нибудь слишком далеко по шаману что делать шаман интересную какая-то там прибор нами он шумит как-то и всех созывает на трубу какой-то похоже так шанс попадания а может быть действительно вот так лучше сделать это что у нас кстати стрелок с гарантией наносит критический урон на вероятность попасть при этом сниженную это вообще плохо так ну ладно тогда все таки по-другому поступим сделаем так место это вроде как и неплохое но я не хочу я хочу как-то попроще прикончить шамана не знаю кто такой что может нам устроить проблемы ну думаю что лучше по его как-то постараться по тихому прикончить теперь надо подумать что делать с бармином по-хорошему он бы может быть мог бы зайти в тыл к примеру и тогда 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 он мог как-то устроить проблемы охотнику но блин но с одной стороны туда удобно ладно в в общем так попробуем 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 их короче окружить атакуем шамана так крит шанс попадания почему-то низкий ну как обычно дальность и чуть-чуть черепакова какие варианты может быть как-то поближе подкрадемся на смысл поближе подкрадываться мне кажется что если поближе подкрадусь кто скорее всего потом мой боец будет уязвим для выстрелов походника этого не хотелось бы ну а на попытка не пытка короче хочу я выходить из хорошего укрытия ради этой ерунды поэтому давай-ка попробуем атаковать так шаман нас огнестрел а теперь бармен что там у него что за граната горячий смей за да отлично что он там делать он призвал подкрепление вот как он действует понятно ах ты скотина когда защита сработала так эти бойцы опасно на ну один вот с огнестрелом 22 с огнестрелом 11 так и гола ну давай так тогда поступим позволяет персонажу выполнить действие после использования всех очков хорошо некоторые мутации блокируются при использовании требует определенного числа убийств для разблокировки так вот теперь он подбегает сюда ну допустим вот так встанет подальше от того снайпера и попробует прикончить этого шаманчика почти получилось так теперь переключаемся на другой на другой вид оружия идем сюда и стреляем да блин если сталкер получает слишком много урона он начинает истекать крови подойдите поближе используйте аптечку чтобы спасти сталкера за отведенное количество храдо у меня три аптечки и при этом я должен пройти по опасной территории блин убить из трех мародеров да вы что с ума сошли так не вылечить у тенка не знаю конечно утенок поспешил может быть вот сюда уйти но у него же тут другой стороны куча гостей на него надвигалась поэтому он рискнул но плохо конечно так закончилось давай попробуем так пробежать этот ведь тоже на самом чертовски рискует приятель так так что это выбора нет придется бежать так и он наверно должен будет огрести немножко блин ночью выходит из зоны укрытия скотина так этот конечно опасен и это и это хочу все а вот охотник меня беспокоит очень сильно давай к применим на нашем борове может быть лечение не знаю блин место очень плохое тут у нас стрелок там стрелок встанем наверно сюда получится и атакуем почему я сюда иду потому что ну я очень хочу прикончить вот этого парня он очень опасен для нас отлично это конечно пора на тоже очень опасен но не настолько нормально видишь он не с пистолетом поэтому очень плохо сражаются так теперь надо как-то расправиться с вот этим мясником патроны блин закончились обалдеть так ладно тогда по-другому поступим и атаковать он не может и и вылечиться не может да ну пусть бежит значит лечиться вроде как смысла нету потому что лучше уж тогда как-то победить их наверное после этого вылечить я так полагаю так а теперь я попробую использовать эту штуку встанем сюда попробуем мясника добить может получится 75 процентов но может быть его лучше так отреагируйте выстрелить на охот противника может быть вот так лучше давай наверное так поступаем хотя я не знаю может быть при таком подходе будет штраф какой-то на фроматч он бежит чуть-чуть поможет вам промазал да как ты как ты мог так поступить да вот если сейчас кто-то умрет он умрет мне придется загружать так перезаряжаемся так низкое укрытие так что можно сделать ну как бы очень рискованно куда-то уходить на самом деле если он сюда встанет он сможет попасть на линии огня не на линии огня говорить понял но с другой стороны мы на хорошей позиции относительно так дальность минус низкое укрытие минус 25 чем шанс слишком низкий давай попробуем значит перейти же наблюдение по ним то ведь тоже наверно не попадут не должны бы попасть тоже шанс попадания очень мало один выберу очень это плохо раз попадание 50 процентов тоже как бы маловато конечно однако может быть и норм так перезаряжаемся и стреляем пока неплохо ну как неплохо конечно у нас одна аптечка оба бойца прям при смерти на самом деле так что не сказать что хорошо невозможно попасть говорит может кинуть гранату там горючая смесь да по идее мы его и так могли бы конечно прикончить особенно если зашли бы к нему вот так вот в тыл 75 процентов плюс крит либо вот так 25 процентов а вот 100 процентов плюс крит ну ладно тогда идем на рожон и добивай бэн бэн молочи наш молочи нам взять аптечки ну наконец-то хорошо что у нас есть аптечки все свободе можешь не прятаться прядь этот похожий на трубу предмет может приближать удаленные предметы если вас прижмут к стенке и можно и по лбу треснуть хранист беги используйте очки и артефактов для покупки улучшения в копчеге это дальнозор хан м надавая его приплан и всем пока у пл�� не забрали это не его неправильно назвали это же мы правда уменьшить когда я не вас мотою зону маленьким удалением удивительные штуки делать и древние но а то он имеет 30 бонус критическому уровню шанс отключить врагов роботов водить будут враги роботы энергетический блок анклава позволяет оружию стрелять электрическими боеприпасами, которые наносят дополнительный урон механическим врагам. Крутяк. Чувствую, будет интересно. Взять стопку записок. Нет, пока ничего не берите. Развитая электроника. Что это значит? Так, здесь не пройдем, да? Сначала все осмотрим. Лагерь псов зоны. Год за годом я захожу в зону, все дальше и дальше. В ней все труднее найти даже самые простые вещи. Порой я натыкаюсь на потаенные уголки в тех краях, которые, казалось бы, должны быть давным-давно вычищены сталкерами. Например, к западу от упавшего механизма мне попались развалины лагеря древних. Там даже есть перевозная хижина. Это он так про автобус. Ну, на продом на колесах. Живущие в них псы зоны обычно не лезут ко мне и даже подпускают довольно близко к своему логову. Они нападают на бородячих упырей и не трогают меня, а я не трогаю их. Этот необычный симбиоз оказался для меня довольно выгодным. Хорошо, я уже познакомился с этими песиками. Так, у нас две аптечки. Хорошо бы их использовать. Хотя бы для Борова, наверное. Как это сделать? Упыри зоны выносили домик подчастую, не оставив почти ничего цены. Хорошо хоть, что Упыри не умеет читать. На дневнике Хэммона спрятанные в столе они не обратили внимания. Мы с Дагсом тоже не великие чтецы, но полезли в дневник за ответами, в итоге найдя только новый вопрос. Хэммон пишет, что нашел разбившуюся машину рядом с этим домиком. Он уверен, что машины отправились посланниками с какого-то сказочного места за пределами зоны, где все счастливы и безопасны. Потом Хэммон заметил еще одну машину, упавшую на севере снега. Я закрываю. У них с Эдемом есть одна мемвязка. Это выдумка. Такие связаны с сказками мутанты рассказывают друг другу перед сном, чтобы лучше сболоситься. Так что, если что, или Хэммон что-то знает, или у него мозги справят, порчу на гнине. Нам придется выйти. Мы с Дагсом должны отправиться на север, дальше, чем когда-либо заходим. Это опасно. Дагс считает, что я сошел с ума. Не могу с ними согласиться. Мне плевать на этот дурацкий Эдем. Нам нужно найти Хэммона. А если он ушел на север, то и мы пойдем на север. Если он пошел на север, то точно рассерялся с своей мать. Гормин, туда никто не ходит. И что-то парочка сталкеров, которые... Они выполняют приказ, как и мы. А человек без Хэммона не может, потому мы должны ее вернуть. Тем более, что упыри зашли и так далеко на юг. Интересно, что они садовались. Упыри слишком тупые, чтобы что-то задумать. И кто-то сюда гонит. А, я это перемечу. К сожалению, игра не озвучена по-русски. И зачастую субтитры быстро пропадают, не успеваешь прочитать. Это неудобно. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Там что-то, да? Так, да. Можно зайти сюда. Может быть, мы можем выйти так, я не знаю. Давай посмотрим. Отправиться. Ну, не знаю, куда это они отправятся. На север. Высокие укрытия обеспечивают наилучшую защиту при возможности воспользоваться ими. Но нет, родной, это мне не нужно сейчас, на самом деле. Нам сейчас нужны аптечки и лечение. К сожалению. Сходим теперь в ковчег, купим там аптечек, потому что, думаю, мы не дотянем иначе. Поставим всякое улучшение на оружие. Ну, и уже потом отправимся куда-нибудь дальше. КОНЕЦ Блин, а куда это мы зашли? Я что-то не понимаю. И где ковчег? А, ну вот, мы с другой стороны почему-то прошли. Ну ладно. КОНЕЦ Я рад, что вы согласились найти Хэммон. Когда вы углубитесь в зону, то начнете, задавайте себе вопросы. Вы спросите себя, как этот мир превратился в пустош? Я расскажу вам. Так сильно рассказываешь, сейчас чё? Давным-давно в городе, неподалеку отсюда, появилась ранняя болезнь, опасная болезнь. Глаза заболевших становились красными. Из-за их ушей текла кровь, поэтому смертельную заразу прозвали Красный мор. За 40 лет болезнь уничтожила большую часть человечества. Волна смертей быстро поранеслась по всей планете. Это была месть природы, а нам сила за жадность, высокомерие и самовлюблённость людей, посчитавших себя богами. Мы зовём этих глупцов древними, мы не поклоняемся им, как те безумцы из зоны, потому что наше спасение не зависит от лживых богов и живущих в космосе. Оно не зависит от иллюзии рая за пределами зоны. Наше спасение в наших руках. Под нами я подразумеваю людей и мутантов. Уверен, что вы в два наших мутанта спрашиваете себя, кто вы такие, как появились на свет. Мне тоже это интересно. Всем нам. Когда я нашёл вас в зоне, вы тряслись от холода, вы были голыми, ничего не помнили. Мы приняли вас к себе, обучили вас и теперь вы стали нашими охотниками, следопытами, воинами. Сталкеры, мы перед вами в долгу. Никогда не ссорились друг с другом, поняли? Выживайте и превозмогайте мои отважные сталкеры. Так, первое, что мы сделаем, это зайдём к Ириде. Обычный универсальный кластер исцеляет все ведра. Здесь вы быстро, просто налепите его сверху и всё готово. Так, мне всё то же самое. Нам из этого нужно две аптечки. Одна, на одну только хватит. почему-то нельзя торговать нормально. Что у нас тут? Как дела? Так, добавляет одну единицу огненного урона горючей смеси. Это интересно. Дополнительный жизни мне довелось пережить немало драк. Что в этом баре, что в зоне. Когда-то я мог раздавить упырил череп, просто сжав его ядерными ядрёными ягодицами. Давайте я поделюсь с вами моими секретами силача. Будете раздавать люли, а не получать звезды и точно вам говорят. Ну, смотри, похоже, что вот эту штуку, наверное, я могу взять, но лучше я возьму вот этого крепыша от бедоспособности. Выходим. Так, теперь заходим в рейнблок беты, дельты, вернее. Говорят, вам повстречались упырье в странах нарядах. Кажется, другие называют их шаманами. Они криками созывают ответствия упырей и натравливают их на вас. Если снова встретить шамана, заткните его поскорее, пока не хребнули горе. Да, если я его, наверное, махом был, прикончил, проблем было бы, наверное, меньше. Так, ну, сначала надо посмотреть, что же у меня там за оружие такое. Модули урона. Плюс скрит урона, 30% шанса отключить врагов роботов. Ну, поставим, что, на роботах нас пока нету, но пусть будет крит урон, по крайней мере, он немножко увеличен. Так, кстати, невысокий шанс крита. Вот у картечницы хороший. так, что еще, кстати, можно здесь улучшить. Если взять 3, то больше урон будет плюс крит урон и плюс обычный не густо на самом деле, да. Хотя с другой стороны у меня сейчас ничего круче нет. И в крайнем случае, я калашмат мог бы отдать Борову, наверное, потом дать ему какие-нибудь свои фишки, а Даксу бы прикрутил что-то более приличное, наверное. Не знаю. Плюс урона, плюс крит урона. Ну, давай. как выглядит интересно теперь. грандомет это похожество. Так, отремонтировали. Гриппу сходили, да? Да. К старшему сходили. Ну, блин. Придется дальше идти. Суровая игра на самом деле, блин. Хижина Хэммона. Неведуемое место. Шоссе. Ну, давай в хижину Хэммона сходим. Не сказал бы, что игрушка простая какая-нибудь. мне катастрофически не хватает аптечек, при том, что мы много собираем, почти со всеми справляемся. Но, конечно, можно было бы справляться с ними получше, я считаю. Ну, например, если бы мы сразу догадались, что этот шаман призывает к себе на помощь, то было бы справиться намного проще с этим отрядом. Оставалось бы, наверное, ну, только шамана бы быстро вырубили и с охотником бы уже расправиться было проще. Ну, это было только предположение, что он может шуметь со своей трубой, так что будем в дальнейшем иметь ввиду. Так, ну, а у меня на этом все. Я скажу первые, ну, вторые впечатления в этой игре, о втором часе игры. Все нравится, хардкорно, интересно, механики все еще интересны, ресурсов мало и все время нужно, наверное, все время ходишь по краю. Я не знаю, что будет, если человек, например, где-то сильно накосячит, возможно, наверное, что он не сможет пройти. Ну, например, если у него не будет совершенно здоровья и при этом не будет аптечек, я не знаю, что он будет делать. Возможно, все, кранты. Вот. Эта игра для, ну, по крайней мере, на нормальном уровне сложности, она требует от игрока, чтобы он старался, играл вдумчиво и так далее. Опять же, упомяну управление. Мне нравится, что оно, в общем-то, удобное, приятно играть в эту игру с геймпадом, как-то лучше ощущаются персонажи. Я рад, я рад, что здесь управление сделано не как в XCOM'е и поначалу мне это казалось немножко дико, но сейчас у меня мне кажется, что это просто клево. Вот, ну, что ж, а у меня на это все. Ставь лайк, подписывайся на канал, на кураторскую страничку в Steam, там я пишу обзоры за игру. Спасибо сайту tvov.ru и кураторской группе The Way of War, ментору лично и разработчикам, любезно предоставившим ключ от игры для обзора и для этого видео. А у меня на этом все, до встречи в следующем видео, пока!